В третьем квартале ВВП Бразилии сократился до уровня 4,5% самого низкого в истории страны. Теперь говорят, что крупнейшая экономика Латинской Америки на тропе к наихудшей рецессии со времён Великой Депрессии. Со мной на линии для обсуждения этой темы Джона Срама. Мой первый вопрос – какие проблемы Бразилии носят внутренний характер и насколько повлияло замедление экономики Китая и падение цен на сырьё? Я бы сказал, что негативные показатели третьего квартала были вызваны скорее внутренними, чем внешними факторами. Несомненно, влияние оказалось замедление экономики Китая и падение цен на сырьё. Но по сравнению с ноябрём 2014 года объём импорта сократился на 30%, а экспорта – на 10%. Это стало положительным вкладом в ВВП страны со стороны внешнего сектора, который принёс 1,49%. Сентября 2003 года – это самый крупный вклад внешнего сектора в ВВП Бразилии. Откровенно говоря, Китай всё же повлиял на экономику Бразилии, но это не касается показателей именно третьего квартала. Внешний сектор здесь отыграл скорее положительную роль, поскольку стал буквально единственным сектором в экономике, который отличился в третьем квартале положительными показателями. Как я уже говорил, объём импорта сократился больше, чем объём экспорта. К концу этого года внешний сектор экономики Бразилии принесёт в ВВП страны 2,5%. Относительно слов, что это самый худший период для Бразилии со времён Великой депрессии, могу отметить, что этот кризис носит самый серьёзный характер за последние 20 лет. С 1994 года – это самая длительная рецессия в стране. Мы говорим о шести годовых сокращениях ВВП подряд. Это модель классического макроэкономического кризиса с дефицитом бюджета. Всё это в Бразилии сопровождается политическими неурядицами, чередой скандалов из-за коррупции за последние несколько месяцев. Президент Бразилии старается применить столь нежеланные меры ужесточения, чтобы в экономике появились хоть какие-то признаки восстановления. Считаете ли вы эти меры эффективными? Нет, никаких признаков успеха я не вижу. Бразилия очень много уже говорила по поводу меры ужесточения, но пока ещё ничего не было внедрено. Мы рассматриваем показатели третьего квартала. В них чётко просматривается, что в каждом сегменте было зафиксировано сокращение. Например, уменьшились затраты частных лиц, хозяйств – на 1,5%. Инвестиции сократились на 4%. А вот расходы правительства выросли на 0,3% в третьем квартале. Это значит, что никаких меры ужесточения в действии и близко нет. Для Бразилии в настоящий момент крайне важно возобновить доверие и запустить заново экономический рост. Пока ещё не существует реального прогноза по восстановлению экономики Бразилии. Я это говорю, основываясь на том, что неуверенность преимущественно вызвана патовой ситуацией в Конгрессе Бразилии, парализованностью исполнительной власти страны. Министр экономики страны просто не в состоянии принять необходимые меры. Все его действия блокируются Конгрессом. Поэтому никакого успеха на этой стезе нет. Эти меры нужно срочно принимать, чтобы у экономики Бразилии появился шанс на восстановление. В свете растущего уровня инфляции, уровня безработицы в условиях высоких процентных ставок сокращаются сектора инвестиций и экспорта. Снижается уровень потребительской уверенности. Какие данные наносят самый большой урон бразильской экономики в данный момент? Чтобы понять, насколько проблематично состояние экономики Бразилии, нужно просто взглянуть на процентные ставки и уровень инфляции вместе. В октябре годовой показатель инфляции достиг 10%, в то время как процентная ставка Бразилии была на отметке 40 и 25%. Реальная же процентная ставка, принимая во внимание высокий уровень инфляции, составляет 6,55%, что является самым высоким показателем в мире. Например, в России реальная процентная ставка составляет 2,78%. Таким образом, Центробанк Бразилии достиг предела своей эффективности в борьбе с инфляцией. Мы не видим больше, чтобы инфляция как-то изменялась в условиях высоких процентных ставок. Итак, что происходит? Центробанк повышает уровень инфляции, что увеличивает стоимость долга. Валюта падает. Уровень инфляции дальше растет. Поэтому уровень цен находится скорее под влиянием фискальной политики, не монетарной. Бразилия на сегодняшний день старается решить проблему огромного дефицита бюджета. Эти моменты ключевые в понимании проблем Бразилии с задолженностью, которую она должна непременно решить, поскольку монетарная политика больше неэффективна, как должна быть. Джонас, спасибо вам за беседу. Дорогие зрители, оставайтесь в токоскопе ТВ.